а теперь давайте посмотрим фотографии пройдемся по некоторым музеям мира в амстердаме вот я полагаю все-таки это не скульптурой в амстердамском аэропорту я полагаю это все-таки инсталляцией потому что во первых не запрещено никому прикасаться к этому арт-объекту не запрещено пролезать между вот этими ногами шагающего путешественника и образ этот мне очень понравился это вот это вот путешественник существо которого ноги сам то он вот такой вот ноги которые шагают по миру вот это на меня произвел эта штука произвела на меня очень большое впечатление в берлине мы с вами можем наблюдать вот такие инсталляции памятник телефонной будки да а ведь телефонных будок то больше нету эту они уже так сказать отжили свой век но тем не менее вот напоминает нам эта штуковина о том периоде когда мы звонили друг другу из телефонных будок бросаем монетки и так далее так далее это в общем то скорее все таки памятник но вместе с тем это среда в которой можно находиться можно пройти вот по этим камушкам подойти потрогать до двери не дотянуться она достаточно высоко но в общем то эта штука коль скоро она собрана из ready made объектов и коль скоро зритель может находиться там внутри может полагаться инсталляции без сомнений еще один пример из нового музея в берлине но смысл этой инсталляции в общем просто как палец тут все совершенно понятно два мира это америке и два полушария фактически два сердца связанные кровавыми нитями друг с другом все предельно просто здесь так сказать даже перевод на язык слов осуществляется достаточно легко и это среда вы можете туда войти но видите она такая полу открытая эта среда там же в берлине есть очень интересная инсталляция прямо в самом городе это чекпоинт шарли пропускной пункт шарли берлин после того как был освобожден союзниками был разделен на секторы русский сектор американский сектор французский сектор и вот для того чтобы пройти из русского сектора в американский сектор нужно было пройти через пропускной пункт этот пропускной пункт работает по сей день но что значит работает это значит что там актеры американские военные которые делают вид что так сказать несут службу они правда несут службу с десяти утра до четырех дня но при этом так сказать на протяжении всего этого времени фотографируются с туристами и так далее так далее это инсталляция там можно находиться в эту будку можно зайти посмотреть как там это все было кстати говоря эта будка участвовала в съемках фильма шпионский мост шпионский мост в новом музее берлина вот такая инсталляция которая называется африка задача смысл этой инсталляции привлечь внимание голодающим африке и к бедности африке ну тут все в общем совершенно понятно и просто единственное что находиться внутри сложновато но она занимает целую стенку здесь есть ясно читаемый легко понятный образ а коль скоро есть образ мы можем с вами говорить о произведении искусства человек собравший эту инсталляцию вряд ли умел рисовать вряд ли умел изготавливать рисованные фотографии но при этом он создал произведение искусства человек водрузивший вот эту будку в берлине тоже вряд ли умел хорошо рисовать и вряд ли умел изготавливать рисованные фотографии но он создал яркий образ ушедшего времени и тем самым тоже создал произведение искусства чувствуете на что я намекаю дорогие друзья на то что в нашем распоряжении все мы можем собирать инсталляции мы можем собирать ассамбляжи мы можем участвовать в перформансах раскрывая свой креативный потенциал раз и удовлетворяя свою изобразительную потребность а я настаиваю на том что изобразительная потребность человека есть потребность витальная без удовлетворения этой потребности человек погибает ребенок не может развиваться к примеру без удовлетворения этой потребности в мадриде снял вот такую жутковатую инсталляцию правда попасть внутрь невозможно но если бы можно было бы попасть это безусловно было бы инсталляции коль скоро это все под стеклом и по всей видимости и создавалась в расчете на то чтобы быть под стеклом мы можем назвать это ассамбляжем но по большому счету если бы нас туда пускали мы бы могли туда войти кстати говоря я совсем недавно узнал причем не от кого-нибудь от самого сальвадора дали раньше мне как-то эта мысль не попадалась почему в верхнем палеолите в мезолите в неолите покойников хоронили вот так как вы видите сейчас на экранах почему их не хоронили так как хоронили хоронят их христиане вытянутыми и с руками сложенными на груди а вот именно вот в такой позе казалось что это эмбриональная поза оказалось что они специально придавали и египтяне кстати говоря тоже такую позу усопшим символизируя тем самым то есть создавая образ возвращение в лона возвращение в очрева эта мысль не для меня было столь неожиданно что я ее конечно моментально запомнил никто об этом не говорит не мир чейли а да не владимир козлов не другие известные если не абрам дачи столер никто не говорит о вот этой эмбриональной позе я это прочел у сальвадора дали а он человек образованный нет я не сказал что юс ами чекпоинт это перформанс я сказал что это инсталляция инсталляция михаил я не говорил если я сказал что это перформанс значит я оговорился но по-моему я не оговорился едем дальше в норвегии можно наблюдать вот такие вот замечательные инсталляции это кстати говоря в одной из норвежских гостиниц тоже ready-made объекты коих в норвегии пруд пруди это эти тролли которые там продаются во всех магазинах это инсталляция которая заснято мною в гостинице ватна хальсон это на перевале по бергенской железной дороге в осло в одном из кафе можно в качестве своего соседа по столику встретить вот такую девицу возле национальной галереи в осло ты садишься за этот столик пьешь кофе она как бы рядом с тобой и ты оказываешься в среде художественного творчества то есть ты оказываешься в инсталляции едем дальше рованиеми музей современного искусства еще пример инсталляции тоже в общем все достаточно понятно сюжет говорит сам за себя и достаточно прост еще один пример но здесь тоже в общем то все ясно и даже комментария никакого не требуется и это тоже уже среда в которой можно находиться но и особое впечатление на меня произвела вот эта инсталляция в рованьеми вот эта кукла когда я вошел в этот зал я моментально вспомнил картину эдварда мунка пубертат я подошел к этой кукле сел на корточки я ее сфотографировал с корточек сел и вслух произнес ну что деточка пубертат сочувствую но больше я сочувствую твоим родителям у меня просто сейчас такая ситуация у меня детеныш в пубертате со всеми вытекающими отсюда последствиями так что эта инсталляция произвела на меня помню тогда грандиозное впечатление едем дальше по миру сан-диего музей сан-диего музей минги в котором мы уже с вами были супруга эрика громборга ирина громборг видимо русская она занималась как раз созданием инсталляции то есть среды очень сильное впечатление на меня произвела вот это инсталляция и тут мы начинаем понимать дорогие друзья что самый типичный пример бытовой инсталляции это наши интерьеры которые мы создаем под себя для себя и своих близких и вот здесь наше творчество может проявить себя в полной мере ну не умеем мы рисовать это печаль ну не умеем мы толком фотографировать тоже невелика беда у нас есть все инструменты для того чтобы выразить во-первых образ а в образе в этом выразить себя создавая обстановку создавая интерьер мы фактически то есть не фактически просто мы создаем инсталляцию но понятно что это инсталляция который вы сейчас видите на своих экранах она не просто это не просто интерьер тут еще довольно много литературы тут можно много чё так сказать понарасшифровывать сугубо квадрочентистского сугубо литературного что вот мол семейное счастье но над ним уже кружат вороны ну и какую-то другую глупость в этом отношении придумать не в этом дело самое для нас сейчас главное это увидеть и понять на что мы все способны даже если не умеем рисовать даже если не умеем фотографировать даже если не умеем петь плясать и так далее это не значит что дорога в искусство нам закрыта она открыта и открыта теми кто это все изобрел этот процесс был начат дадаистами этот процесс был начат хьюгобалем в том числе продолжен всеми знаменитыми художниками двадцатого столетия в той или иной мере и между прочим сальвадор дали тоже не исключение они все через это в той или иной степени прошли ну конечно пикассо внес наибольший вклад и франсис пикаби и все остальные и дали нам тем самым понять что мы равные среди равных у кого-то больше таланта у кого-то меньше таланта но возможности у нас у всех с вами одинаковые только единственное что нужно сделать это подумать какой образ ты хочешь выразить что ты хочешь сказать а дальше ты берешь просто все что есть под рукой и начинаешь комбинировать еще один пример интерьера как инсталляции из того же самого мингий музея в калифорнии в парке бальбо еще один пример и это тоже ирина гронборг это тоже так сказать ее идея это тоже ее комбинаторика это ее инсталляции еще один пример тоже семейство гронборгов сотворила кариатиды называется долго они их делали с 1975 по 2011 годы это полу скульптура полу инсталляция но тем не менее это интересно каждый из этих столбов я вам справа проиллюстрирую в отдельности вот такие вот авангардные штучки но тем не менее это пространство в котором можно находиться в котором можно сесть в которой можно поставить стул и пожалуйста и это особое ощущение особенно у гостей это очень интересно и это колоссально расширяет горизонты наши с вами творческие горизонты мы привыкли что нужно обязательно создавать образ на плоскости мы привыкли что нужно обязательно либо хорошо рисовать либо уж по крайней мере фотографировать да кто сказал мы с вами учимся понимать что материал для создания образа вокруг нас вот вы сейчас или сидите многие пардон возлежат на диване с ноутбуком на пузе но посмотрите вокруг сколько всего сколько материала сколько ready-made объектов из которых можно собрать не просто инсталляцию можно собрать пространстве ассамбляж анимированный ассамбляж инсталляцию анимированную инсталляцию в том числе то инсталляция и так и и